436 голосов из 450 гей-пропаганды, при том, что неизвестно, что именно считать этой самой пропагандой. Вот зал имени Чайковского, консерватория имени Чайковского, конкурс имени Чайковского – это пропаганда? На очереди запрет установления детей гей-парами. Депутат Мизулина предлагает отбирать у них детей уже сейчас. Вот этого пятилетнего мальчика, например, Николай Ковальков попробовал рассказать об обычной российской гей-паре с соблюдением нового закона. По набережным каналов самого европейского города России, не будем его называть, гуляют две девушки с ребенком. Ничего, что бросалось бы в глаза. Скромная одежда, простые разговоры. Про работу, про детский сад, про планы навестить родителей. Да вот в последнее время еще про депутата Мизулину. Но кто про нее сейчас не вспоминает? Несколько лет назад я сама тоже, может, сказала бы, что гомосексуалом не терялся на вне сети. Я просто не задумывалась о какой-то проблеме. Видела те доводы, которые на поверхности. Им обеим около 30, конкретно сказать нельзя. Обе выбрали помогающие профессии. Это в широком спектре от учителя до врача, но лучше не уточнять. Можно называть их Анна и Мария, но это только для удобства. На самом деле нет. Мы много работаем, водим ребенка в детский сад, забираем оттуда. Чем-то с ним занимаемся. По выходным стараемся куда-то вместе выбираться. Мне кажется, у нас, если по каким-то таким вещам рассказывать, жизнь вообще какая-то очень интересная. Их жизнь настолько обыкновенна, что они никогда и не думали, что вдруг окажутся героями телевизионного репортажа. Да еще чтобы, как в криминальной хронике, с закрытыми лицами под вымышленными именами. Раньше на них не обращали внимания даже в детском саду, куда девушки иногда приходили за пятилетним Артемом вместе. Вчитываться в новый закон дело безнадежное. Преступление теперь даже запись в блоге. Но их это мало беспокоит. Сидеть в интернете, ходить на акции протеста или гей-парады у них просто нет времени. Зато они сразу заметили, как в Волгограде какие-то пацаны зверски убили своего приятеля и пытались оправдаться тем, что тот вроде бы оказался геем. Я просто считаю, что когда государство принимает такие законы, они заранее уже опираются на существующую позицию. То есть они думают, ага, а кого у нас там не любят? Евреев. Вот сейчас мы государственный антисемитин запустим. И это будет очень удобно, потому что у людей к этому душа уже лежит. Значит, и внизу она радостно подхватывает. Тегов и Петя обрадуется, потому что теперь это не только то, к чему душа у него лежит, а то, что еще разрешено на государственном мире. Им обидно другое. Они и раньше по закону были друг другу чужие люди, а теперь выходят чуть ли не подельницы. Мы не можем, например, оформить ипотечный кредит нам дают. Да, не можем наследовать имущество. Ну, на самом деле, такой какой-то периодически возникающий страх, что если со мной что-то случится, то тогда не очень понятно, что будет дальше происходить с ребенком. Но к концу недели выяснилось, что все эти бытовые проблемы, к которым за несколько лет семейной жизни они уже и так привыкли, только начало. В частности, рассматривается и такая возможность. Создать правовые основания для отобрания ребенка из семьи, основанной на фактическом браке людей одного пола. Артем, хотя на самом деле его зовут по-другому, приемный ребенок. Аня взяла его из детдома два года назад. Тогда она была еще замужем, но вскоре развелась. Говорит, что встретила настоящую любовь, это Маша, и устала бороться с природой. Теперь у Артема две мамы. Если такой закон примут, мальчика вернут в детский дом. Я все-таки никак не могу понять, почему ее так волнует растление детей, гипотетическое, недоказанное, и совершенно не волнует доказанное, виденное глазами кучей для детей в состоянии детей в российских детдомах. Особенно в детдомах для инвалидов. О том, что они лесбиянки, Аня с Машей ни от кого никогда не скрывали. Если спрашивали, говорили прямо. Ну и специально никому, кроме близких, не рассказывали. Родители приняли это тяжело, но без скандалов. Смирились и теперь детей поддерживают. Ни девушки, ни Артем не хотят, чтобы мальчик лишился дома и семьи, которых у него никогда до этого не было. В детстве они, как все девочки, думали, что когда вырастут, выйдут замуж, создадут обычные семьи. Перед тем, как найти силы признаться в своей гомосексуальности родным и друзьям, им еще нужно было признаться в этом самим себе. Но из этого я никогда еще не получала. Вот это, кстати, к мифу о том, что если очень захотеть, можно стать гетерососуалом. Я честно пыталась очень. У меня ничего не получилось. И обе выросли в верующих семьях. До встречи друг с другом ходили в церковь. Перестали, когда поняли, что для того, что они считают любовью, у церкви есть только одно слово – грех. Ну я рассказывала как-то раз священнику еще до того, как мы стали жить вместе, что я люблю человека, одного с людьми. Ну он там сказал, что… Вот. Булуные мысли сам по себе там еще не грех, надо их прогонять. Никаких нет претензий, потому что мне понятно, что у каждой религии есть свои определенные законы. Их общественная семейная жизнь до принятия закона, узкий коридор возможностей, тысяча уловок для решения бытовых проблем и предельная осторожность с органами опеки. Теперь этот коридор сузился до размеров съемной квартиры на окраине города. Еще немного, и все, что им останется – бежать из страны. Без громких постов в интернете и лозунгов на митингах. Просто собрать чемодан за одну ночь и в аэропорт, название которого лучше тоже не говорить. Во-первых, просто не хочется уезжать из своей страны. У меня здесь родственники живут в Ратвее, в которых бабушка старикая. Я бы очень не хотела с ней расставаться.